Многие завезены были из соседних ячеек, такие как китайцы, краснокожие, люди с цветом кожи мрака. Это все завозились из соседних сот. Причем сравнительно недавно индусские народы завозились. Чем официально раса древнее, тем она моложе. Если нам говорят, что китайцам и индусам 5000 лет, знайте, им всего лишь 200 лет. Если нам говорят, что славянам всего лишь 300 или 600 лет, знайте, нам полтора миллиарда лет. Вот, кстати, благодаря вот этой схеме, которую я вывел, можно показать. Значит, самый верхний слой нашей планеты, на ней находится, она называется Сатья Лока. Там живут люди, которые живут по 15 триллионов лет. Ниже идет Джана Лока, Тапа Лока, Махар Лока и Сварга Лока. Это полубоги, они живут там, поскольку, по 300 миллионов лет. В свое время из Сварги Локи наши предки полтора миллиарда лет назад прилетели в нашу Локу, Бурх Лока, локация. Это описано хорошо в древних славянских сказках, как прибыл бог Сварг, увидел землю, выпустил уточки. Сказка называется «Почему у уточки носик красный». В этой сказке описано, что они выпустили уточку, чтобы она землю достала. На самом деле капитан космического корабля Сварг выпустил маленький челночок, который взял пробы воздуха, земли, грунта, воды и так далее. Пригодно ли здесь высаживаться? Мы потомки вот этих белых богов, которые прибыли полтора миллиарда лет назад с высшего мира, Сварги. Они же, по сути, наши предки. Они создали нас. Значит, наши предки всегда верхние миры называли мир прави и слави, миры богов, то есть наших предков. Отсюда поэтому славяне это те, кто славят вот эти высшие миры с лавой, лавина энергетическая, лава, любовь или боги, ва, высший. Отсюда, кстати, и Ватикан, ва, движение, ва это высшие, тика, движение, свастика, сва, небеса, тика, движение. В Ватикан, кстати, есть версия, что батя хан читается, если в латынской транскрипции. Значит, есть земные миры типа Атала-Лока, Витала-Лока, Сутала-Лока, Атала-Лока. Значит, там живут существа разных вариаций. Значит, допустим, на Атале-Лока указывается, что проживает бог Шива и управляет он существами демонов низкого порядка. И потом идут пекельные миры. Наши предки их называли Навь, а мы живем в Яве. Пекельные миры – это Махата-Лока-Раса-Лока-Пата-Лока-Кур-Лока. Демонические существа населяют этот мир. Они же проникли снизу в нашу Бухар-Локу. И просто как червяк из яблока ползет себе наверх. Точно так же и эти существа, они разного характера. Змеевидного типа и так далее. Нас поедают. Не знаю, ушел я за ответ или нет. Пока посмотрю чат. Да, ладно. Тогда хочу спросить еще вопрос. Зачем нас создали? И что вы можете сказать по поводу, скажем так, например, линий Наска, которые существуют уже очень много лет? Зачем они были сделаны и с кем? Ну, пустыня Наска, линии, да, 100% ответа пока не нашел. Хотя пораскрывал. Ну, не практически, это глупое слово. Очень много тайн. Я могу выдвинуть версию, значит, что это схема. Я хоть и не радиоэлектронщик, но это кто занимается радиоэлектроникой, может просто увидеть, что эта цепь своего рода завязана была. Вот эти птицы на самом деле. Те, кто создавал эту цепь, они еще и обладали художественным, скажем, складом ума. Поэтому эта цепь, скорее всего, имела возможность как-то брать энергию и заправлять космические корабли определенного порядка, как я себе это вижу. Хотя, симпатичная версия, что более высокая цивилизация, ребенок просто взял лазер и начал просто в шутку рисовать со своего космического корабля вот этих птиц. Как мы, наверное, сейчас на песку можем пальцем нарисовать всяких птиц. Точно так же высокая развитая цивилизация. Ребенок взял лазер и просто для своего удовольствия начал выжигать на этой маленькой соте свои рисунки. Про Локу, ой, про нас, конечно, и еще какой вопрос? И второй вопрос, который был, это для чего нас создали? Это уже версий много. Одна из версий, которая мне импонирует в последнее время, так как засранцы из нижних пекельных миров проникают выше. Наши предки, по сути, нас создали как щит. То есть, чтобы они сразу напропалую не ломанулись в более высшие миры, мы, скорее всего, выставлены в качестве барьера. Но есть и другая версия, которая отмечает наших предков никакими негативными. Кому это дело ничего? Кому кто добавил инсайдера? А, Жека, ты пришел, что ли? Значит, дело в том, что перенаселение приводит к определенным последствиям. Значит, наши предки всегда жили по такому принципу. Города создавались не более 10 тысяч. Чма народа. То есть, если в городе человек больше 10 тысяч, значит, люди становятся идиотами. То есть, дегенератами начинают тупеть. В общем, с ума сходят. Поэтому, когда население превышало 10 тысяч, если в ячейке позволяло место, основали новый город. Через какое-то время в соте заканчивалось место, где селиться. Поэтому наши предки перекочевывали в соседние ячейки. По всей видимости, когда они заселили полностью верхние слои, то более верхние они не могли подняться, потому что не было возможности, так как там живут существа более высокого порядка. И поэтому они опустились сюда, к нам, для продолжения рода. Так как у нас был круг, не меньше 16 детей надо было, как говорится, иметь в семье. Вот, поэтому из-за перенаселения верхних слоев, они были вынуждены опуститься сюда, чтобы тут продолжить размножение. И у нас была райская жизнь. Люди жили в теремах, летали на летающих тарелках. Были свои смартфоны, эти, как их мониторы. В сказках это описано, круглые мониторы. Яблочко катится по тарелочке, и все это видно. Или железные книги, они же ноутбуки, они же глубинные книги. С помощью железной книги в наших древних сказках описано, что создавали диски, серебряные грамоты. Точнее, создавали здесь серебряные грамоты. Теперь нам понятно становится, когда у нас есть ноутбуки, что это на самом деле железная книга, это ноутбук. А серебряная грамота, это компакт-диск и так далее. Вова, здравствуй! Ладно, а вот ходит теория, вы показываете землю в разрезе, вот, ходит теория насчет того, что в зоне 51 ведутся очень глубинные, скажем так, раскопки. И даже где-то там на своем пути они с существами из других миров стыкуются. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что идет подготовка переноса населения земли под землю из той оперы Гатарский тоннель. То есть наша, к сожалению, многострадальная сота за полтора миллиарда лет знала такое развитие сценария, когда наших предков загоняли в подземные города, и они там трудились, добывая полезные скомпаемы. Потом, через некоторое время, подземным жителям, уже в каком-то пятом поколении, которые уже привыкли там жить, и даже не знали о существовании, что есть верхний мир, приходил очередной Вячеслав Котляров и говорил, вы знаете, что на поверхности есть солнце, воздух, вода, лес. А с Котлярова смеялись и говорили, га-га-га, да мы черви, мы прадед был червем, и прапрадед был червем. Мы всю жизнь жили под землей, никакого солнца нету, никакого нету леса и воды. Ты брешешь Котляров, этого не может быть. Вот, поэтому сейчас идет очередное заселение людей под землю. Когда нас в Белорозовых уничтожат, мы большой головняк для оккупантов, потому что у нас есть душа, сердце, совесть. Мы способны к аналитическому мышлению, к логической обработке информации. Нас очень трудно сломить. Другое дело, другие народы, которые были, многие завезены были из соседних ячеек, такие как китайцы, краснокожие, люди с цветом кожи мрака. Это все завозились из соседних сот. Причем сравнительно недавно индусские народы завозились. Чем официально раса древнее, тем она моложе. Если нам говорят, что китайцам и индусам 5000 лет, знайте, им всего лишь 200 лет. Если нам говорят, что славянам всего лишь 300 или 600 лет, знайте, нам полтора миллиарда лет. Кстати, эта информация, что нам полтора миллиарда лет, запросто можно найти в интернете. Мне говорят, что такое кто-то придумал, такое придумать невозможно. С исчислением, по-моему, 524 год сейчас вроде. Что с этим делать? С этим делать есть много очень легенд про то, как это... Сейчас я попробую найти. Есть много легенд, почему это исчисление появилось. Я сейчас не хочу углубляться. Я могу озвучить официальную легенду, что 7500 лет назад китайцы воевали с нашими предками. И чтобы отгородиться от агрессоров, наши предки построили китайскую стену. На самом деле этой стене гораздо меньше. Есть еще и другие стены, которые с веками погибали. Вот, сейчас я просто пытаюсь найти информацию. Вот услышьте меня, те, кто кричит, что вы там русские, поляки. Вот смотрите, вам навязали. Ты поляк, ты белорус. Поляки твои враги. Белорусы твои поляки враги. А если бы вы называли себя не поляком, а если бы вы называли человеком, человек, который живет в концлагере в белорусском, говорил, я не белорус, я человек. И человек, который живет в польском лагере, называл бы себя человеком. И вам бы сказали бы, пойди нападить на человека. И у вас мозг бы заклинил бы, как это я буду нападать на человека. А когда вам навязали собачьи клички, что вы белорусы, казахи, кто угодно. И вам говорят, на вас напала Польша, на белорусов. а белорусам говорят обратно поляки враги белорусов очень легко стравливать людей когда дали им собачьи клички когда они в это поверили очень легко когда вы услышите поймете приветствую приветствую я пока включает да это же поздороваться хочу со всеми всех приветствую всем привет тоже у меня по стене еще вопрос есть можно задать какой час какая структура эфира да без разницы потому что стена китайская это как бы уже не интересно то что называется баян сейчас новая тема идет под водой под морем на есть такой 3d форма ролика где под тихими ну под океанами мировыми в общем с одного полиса по другой идет у нас стена до гигантской и прокомментировать хотелось бы хотел это самый настоящий фейк никакой стены нету мышь видим эту стену мне если у меня есть подтверждение подтверждения от бывших на служащих что это реально есть существует есть видео этой стены есть видео из google maps скажем так google maps там играются фонами и оттенками и настраивают так фон что видно эту стену я если бы интересно вам это компьютерная вымышленная графика как нарисовали нам планету любой специалист знает что google maps это работа программистов это 3d max последняя версия тогда если можно задам еще один вопрос что вы думаете по поводу того что строится дронный коллайдер для чего он и почему именно на территории швейцарии ну во первых он не один их планируется строить гораздо больше андроидный коллайдер является ничем не тем иным как психотронное оружие оружие массового поражения при большой раскрутки люди просто будут сходить с ума у них будут сушить течь кровь там сноса там просто будут друг на друга кидаться или кидаться то есть это психотронное оружие которое просто выводит человека из-за равновесия кстати и гул земли приблизительно из той же оперы а почему тебе богу земли мне кажется очевидно что это буровые процессы происходят тоннели а бурзе азия по буру земли по звуку земли это просто тупо будет подземные там хорошо я возражать не буду я том что я это допустим инкогнито не сталкивался с информацией примеру для инкогнито скажу что по умолчанию наша сота была полностью земли и когда к нам проникла враждебная цивилизация кавачи это грубо говоря киборги роботы они по сей день вырабатывают нашу землю то есть в результате их выбор выработки начали появляться большое количество материков часть из этих материков потонула потонуло такое количество материков как дарья она же гиперборея пацифида континент мо легендарная атлантида вот это это все пошло на дно следующее пойдет на дно америка они уже в форме пирамиды уже все подточили и первые америка тоже пойдет на дно через несколько тысяч лет наша ячейка будет полностью водной гладью и фильм в водный мир кевина кёснера уже не будет являться фантастическим если ячейки где полностью вода поэтому эти звуки могут издавать не только мы но и кавачи которые занимаются постоянно добычей полезных ископаемых которые благополучно перекидывать соседние ячейки спросить я вот ознакомился с материалом по поводу того что скажем так столовые горы это были гигантские деревья это ваш материал или это чей-то другой нет это это вброс от мирового правительства которое я развенчал в некоторых роликов первое чего я начал что эти стволовые деревья не являются деревьями есть ролик где я визуально показываю очень простой принцип гигантская мясорубка то есть техногенный корабль через сотовые отверстия скидывает отработанный материал вот подлета подлетает представьте гигантская летающая тарелка ковшом взяла породу выше высмоктала оттуда все полезные ископаемые а жмых просто через соты выдавило и они просто как кучки разбросаны по всей нашей планете у меня есть много фотографий что эти стволы они не снизу растут а просто этот бетон он застывал еще в воздухе не долетая до земли а потом они аккуратненько вот так вот ножом раз и подрезали возьмите обыкновенную мясорубку мясную возьмите снимки но это надо ролик мой смотреть это принципе отработанный отработанный бетон который просто сбрасывался и застывал видео таких пеньков кучки гадили и срезали а мировое правительство чтобы обмануть они же не знали что Вячеслав Котляров прибудет из соседних ячеек чтобы пробуждать местных жителей прекрасно знал что это техновенное оружие высокого порядка и собирается вообще развенчать все мифы которые здесь за последние 200 лет на гадили современным жителям голову что вы думаете по поводу того что вот недавно ну как недавно не так давно буквально четыре года назад в ираке нашли гробницу который 13 тысяч лет там было пять золотых книг и лежал скажем так старец в нетленном состоянии он такой более с голубой скажем так кожей вот что это может быть и как оно могло сохраниться до наших дней в принципе значит информация делится на два вида первое нам сказали второе показали есть видео я думаю только текст нам сказали все видео есть видео я могу сделать демонстрацию экрана и они не вдруг авторские права у меня уже три канала забанили я не хочу рисковать но в принципе такое возможно что нашли именно гробницу с каким-то неким старцем которому 13 тысяч лет вот в ю тубе кстати видео называется яра мир по моему или рада мир которому 13 тысяч лет гробница скоро проснется вот там было пять золотых скажем так книг сделанных на маленьких табличках именно с какой-то там определенной клинописью и вроде даже говорят что там прямо славянский язык есть вот хотелось бы узнать ваши отношения к этому ну если есть видео я могу допустить что раскопали но и опять же информация делится на две категории значит то что не нужно нам не не скажут никогда если по каким-то причинам им нужно было озвучить эту информацию тут надо копать изучать этот вопрос единственно скажу по буквицы да действительно те предки которые прилетели сверху буквица и является прото языком практически всех современных народов это матрица из 49 буквиц своего рода программный код умение общаться на буквицы позволяет творить чудеса в буквальном и переносном смысле поэтому запросто там могли быть таблички но дело в том что я всегда по этому поводу говорю когда ищут библиотеку ивана грозного они не ее не найдут потому что они ищут книги а библиотека ивана грозного состояла из винчестеров из компакт дисков и той аппаратуры которая нам не подходит поэтому когда говорят нашли какие-нибудь золотые скрижали я могу допустить что в определенные времена наши предки из компьютеров переносили на на бумажку или на золото ту или иную информацию насколько вот эта информация достоверна я не могу сказать потому что таблички могли принести из ватикана почему мне не верится что это правда потому что в истории мы уже сталкивались с гробницей тутанхамона когда в начале два месяца на маленькой железной дороге туда завозили сокровища раскрашивали стену стилизацию делали что типа она потрескалась положили туда мумия потом нашли якобы эту гробницу и все потом дружно померли кроме одного точно также нахождение трое начале этот немец никакого там я уже не помню фамилия начале кусок земли раскопал завез кучу золота туда а потом типа нашел поэтому и это могли завести а потом раскопать и сказать о ну вот как же нашли пирамиду где там в китае китай же много пирамид и когда там нашли швейцарские часы говорят вот наверное путешественники во времени сделали но это я к тому говорю что те кто нас оккупировали они иногда делают закладки от 200 лет назад допустим чтобы нам удачно историю фальсифицировать они провели большой объем работы то есть создавали курганы которых закара захоронили большое количество людей с мечами и потом сейчас курган раскопали смотрите и говорят смотрите славяне лежат и мечи у них руках а никому ж не скажешь что 200 лет назад у наших предков было оружие на порядок выше чем чем сегодня ну вот поэтому это может быть фальсификация с какой целью не знаю надо думать ладно когда еще такой вопрос скажите как можно в принципе сконтактироваться либо связаться с иными ячейками которые находятся рядом с нами какой-то контакт у нас имеет это только луна нафты могут это там постоянно у них как железнодорожный вокзал там идет обмен транспорта то есть туда прилетают отдыхают летят дальше кстати в свое время и родомир он не на небо вознесся после своей миссии он просто вернулся на родомир иисус христос не и вот потом есть хорошо описано как я забыл пророк езекииль как к нему пришли библии написано боги а если правильно читать там написано как они его на луну к себе пригласили там с ним общались поэтому с ними договориться невозможно если они сами пойдут на контакт есть уважаемый наш часто появляется легендарная личность андрей григорьевич купцов вот он их называет зелеными они допустим с ним там контактировали три-четыре раза в жизни я их называю светлыми не знаю почему он их называет это свету зелеными но со мной они допустим контактировали два раза в жизни то есть один раз в 1995 году и второй раз это прошлом году где-то около 20 ну грубо говоря 25 января прошлого года но вообще там немножко раньше где-то наверно месяцами но приблизительно в этом в этом русле они никогда не вступают в диалог если с тобой вступят диалог мы прибыли там с луны там или откуда это уже темные светлые иерархии никогда не говорят они они даже телепатически практически не общаются они под а показывают образы благодаря этим образом ты просто считаешь информацию образы у тебя возникают голове сами может это и есть телепатия это до конца не разобрался собственно и знания которые я получаю они являются источником как информационного поля которым я могу просто напрямую законнектироваться и считывать информацию дочь а также как и на луне есть колоссальное количество архивов там записи за несколько сотен тысяч лет аппаратура очень уникальная на одной грубо говоря в винчестере с размером со спичечную головку может нанесено быть информацией за несколько сотен тысяч лет поэтому жители луны неустанно круглосуточно следят за нами они не пользуются физическим телом физические тела у них находятся практически типа в анабиозе а сами они надевают на себя такие костюмы типа экзоскелеты и в основном по луне чтобы тело не изнашивать разговаривать в костюмах на манер знаете как у то в звездных войнах но я допустим лиц не видел допустим я только видел начиная от шеи вот предпочитаю последнее время говорить что это мой сон потому что мне так легче потому что когда подобное рассказываю у людей возникает огромный скептиз и мне честно говоря ли легче отшутиться но потом я становлюсь серьезным и говорю а откуда тогда у меня колоссальное количество знаний таких которых нельзя найти ни в интернете ни в одной земной библиотеке мира привет ребята и девчата малые и взрослые че которые спят и че которые так сказал бы осознают истинное положение вещей